Азербайджанская лидера В этом плане я вынужден напомнить, что заявление руководства Азербайджана о приверженности мирному процессу не соответствует действительности. Исходно, Азербайджан на Чиваго-Россию вынужден был сам просить начать переговоры о заключении перемирия, причем именно с Нагорно-Карабахской республикой. Я зачитаю один документ от 3 сентября 1993 года Баку, документ номер 171. Руководство Азербайджана уполномачивает заместителя председателя Верховного Совета Аджалилова вести переговоры об организации встречи руководителей Азербайджана и НКР Нагорно-Карабахской республики. Подпись, значит, во-первых, осуществляющая полномочия президента Азербайджанской республики, председатель Верховного Совета Азербайджанской республики Гейдар Алиев. Вот документ с его подписью. После того, как такие полномочия получил Джалилов, соответствующие полномочия от руководства Нагорно-Карабахской республики, получил министр тогда Нагорно-Карабахской республики, министр иностранных дел Аркадий Укасян. Состоились переговоры между Джалиловым и Укасяном. Было подписано коммунике двустороннее. По результатам этого коммуника два пункта. Было один – перемирие, прекращение огня на полтора месяца. Второй – организация встречи руководителей Нагорно-Карабахской республики Азербайджана. Эта встреча состоялась в Москве. Встречались президент тогда Нагорно-Карабахской республики Роберт Кочарян и президент Азербайджанской республики Кейдар Авиев. Этот раунд привел к тому, что было, наконец, заключено соглашение в Бишкеке и, в конце концов, заключено соглашение о прекращении или установлении режима прекращения огня. Этим самым заявлениями, переговорным процессом и протоколом, по сути дела, Азербайджан признал Нагорно-Карабахскую республику. Если бы у сегодняшнего руководства Азербайджана хватило бы той мудрости, которая была у человека, который передал власть сегодняшнему руководителю, то, я думаю, переговорный процесс шел бы вперед. Надо вести переговоры с Нагорным Карабахом, с Нагорно-Карабахской республикой, а не делать вид, что такого субъекта не существует, и не повторять непрерывно, как заклинание, что никогда Нагорно-Карабахская республика не может быть вне состава Азербайджана. Нагорно-Карабахская республика отношения к независимому Азербайджану не имела, не имеет и не будет иметь. Мы привержены действительно мирному, урегулированному, всеобъемлющему регулированию конфликта. Привержены к этому и в Нагорно-Карабахской республике. На основе всех норм международного права, как это требует, заявление восстания, о чем говорят сопредседатели Минской группы, о чем говорит мировое сообщество. И только основываясь на всех принципах международного права, и не исключая основную сторону Азербайджана-Карабахского конфликта, Нагорно-Карабахскую республику, мы достигнем действительно всеобъемлющего мира. Любые попытки, шантажа, милитаристских угроз, они не только заранее обречены на провал, но они были и продолжают оставаться главным тормозом для продвижения вперед процесса урегулирования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова